Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. На наших экранах Дмитрий Безус, украинский боксер с рекордом 10 побед, 5 побед нокаутом. Он оспаривает первый титул в своей профессиональной карьере, а именно пояс чемпиона Европы по версии WBO против вот этого парня, Дэвид Аделея. Британец тоже с рекордом 10-0, но у него 9 нокаутов. Он фаворит в этом бою, 194 сантиметра ростом против 2 метров. У украинца, причем Дмитрий Безус на взвешивании, он на 15 килограммов оказался тяжелее, и он был чемпионом Европы по тайскому боксу. То есть, как и Виталий Кличко, пришел вот из кикбоксинга и тайского бокса. Ну, посмотрим, как это ему поможет против бывшего чемпиона Британии по любителям. Оба начали свою карьеру в 19-м году, и это вот первый, наверное, серьезный экзамен для обоих, потому что до этого оппоненты были не очень серьезные. За исключением вот Камиля Соколовский у Аделея, который он с большим трудом прошел, но после этого, это единственная его победа по очкам, кстати. И вот сейчас, смотрите, жесткий джеб от Аделея, первый нокдаун в этом бою. Встает Дмитрий, и бой продолжается. Вы, наверное, обратились, что достаточно быстрые руки у Аделея, и он так хорошо кидает комбинации. Между прочим, Тайсон Фьюри, спарринг-партнером которого является Аделея, причем уже многократным, он говорил, что это очень талантливый тяжеловес и, наверное, будущий чемпион мира. Ну, понятно, что он хвалил своего товарища по команде, но давайте все-таки еще внимательно посмотрим на перспективы Аделея, который был явным фаворитом в этом бою. Бой этот, естественно, проходит в Британии, вот закончился первый раунд, посмотрим, что будет во втором. Пока, конечно, преимущество за Британским проспектом, и обратите внимание, почему-то Дмитрий не пытается действовать джебом с дистанции, а идет туда, где Аделея может очень опасно выбросить свой жесткий нокаутирующий удар, который у него явно есть. И вот сейчас смотрите, правый по корпусу, жесткий левый крюк в голову, нокдаун. Дмитрий встает, но рефери решает, что хватит. Минута 48 секунд второго раунда. Дэвид Аделея получил свой первый титул чемпиона Европы по версии WBO. Интересно будет посмотреть дальше за этим проспектом Дмитрию здоровья, ну а Дэвида будем ждать его боев с более серьезной оппозицией. 3 марта 2023 года в Армении состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел бой тяжеловесов. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гасси встретился с непобежденным американцем Майклом Балагуном. Балагун пришел из американского футбола, и многие считают, что он просто, у него нет хорошей боксерской базы. Но при этом Балагун выходил в качестве андердога против непобежденного нокаутера Трея Липпи Моррисона, сына легендарного Томми Моррисона, и просто уничтожил его в первом раунде. И здесь Балагун тоже приехал как андердог, но он говорил, что это его не смущает, и он, в общем, приехал побеждать. Боксеры на весах показали примерно сопоставимый вес – 107 килограммов у Балагуна и 108 килограммов у Гассиева. Это, кстати, самый большой вес Гассиева вот за все время его профессиональной карьеры. Майкл Балагун начал бой достаточно неплохо, то есть он двигался, смещался, работал джебом, не застаивался, ну и кроме того он левша, и поэтому смещался все время право от себя, чтобы обезопасить себя от того, чтобы пропустить удар справа от Мурата Гассиева, который, как мы знаем, обладает убойной силой. Было видно, что команда Балагуна внимательно изучала бои Гассиева и очень хорошо к нему подготовилась. В первом раунде Мурат Гассиев, в принципе, действовал достаточно мало, перекрывшись за блоком, неспешно прессинговал оппонента и присматривался к нему, видимо, ища дыры в защите. И такую дыру он увидел. Во втором раунде, оказавшись у канатов, Майкл Балагун почему-то пошел не вправо, как он делал правильно, а влево, как раз под бьющую руку россиянина. И это стало для него роковым. Мощнейший удар справа, Майкл Балагун оказался на настиле. Рефери стал считать, но Балагун, стоя на четвереньках, пытался подобрать капу. Было видно, что он просто не понимает, что происходит. Поэтому бой закончился, не пройдя даже двух раундов. Букмекеры, которые давали 8 к 1 в пользу Мурата Гассиева, в очередной раз не ошиблись. 4 марта 2023 года в Германии состоялся бой в тяжелом весе за вакантный титул чемпиона Европы. На самом деле бой получился достаточно скоротечным, но ярким и бескомпромиссным. Итак, в белом у нас Агит Кабаель 22-0, 14 побед нокаутом. 190 сантиметров ростом, 30 лет ему, и ему противостоит Хорват Агран Смакичи. Рекорд Смакичи 19-1, 17 побед нокаутом. 198 сантиметров рост, это мы с вами наблюдаем первый раунд. И без разведки Кабаель идет в среднюю дистанцию, где, конечно, ему значительно легче, учитывая размах рычагов его оппонента. Агит Кабаель в 17-м году победил Дерека Чесору, и после этого он выходил в ринг один раз в год. Вроде бы даже он подписывал контракт с компанией Топ Рэнк, но ни одного боя под крылом этого промоушена не провел. Вот вернулся в Германию, оспаривает вакантный титул. Что касается Аграна Смакичи, ну, все его победы были над боксерами, в общем, невысокого уровня. Однако удар у него есть, и сейчас вы видите, что зазевавшийся Кабаель пропускал очень много достаточно жестких ударов. И вот сейчас рефери отсчитывает Кабаелю нокдаун. Все на самом деле были очень сильно удивлены, потому что Агит Кабаель, ну, явный был фаворит в этом бою. Ну, посмотрим, как будет бой дальше развиваться. Пытается Агран Смакичи его, конечно, добить, но Кабаель вяжет, и видно, что выживать он, в общем-то, умеет. Ну, Агит Кабаель, несмотря на то, что побывал в нокдауне, вот в конце второго раунда все-таки перехватывает инициативу. У Кабаеля повреждения в районе правого глаза, но вот второй раунд заканчивается. Все это действие переходит в третий раунд. Публика, конечно, в экстазе. Не так часто мы видим в тяжелом весе вот такую рубку. И сейчас, как мне кажется, Агран Смакичи, вот он как будто бы потерял фокус. То есть Агит Кабаель сосредоточен, хорошо забрасывает оппонента своими крюками, а Агран Смакичи как-то он даже не пытается действовать джебом, чтобы держать противника на дистанции. И как-то вот нет мысли в его действиях. А есть пропущенные удары один за другим. Видите, Кабаель сам периодически пропускает. То есть этот бой не про защиту, можно сразу сказать. Этот бой про жесткие удары. Вот смотрите, опять у канатов Агран Смакичи такое ощущение, что он уже вообще еле держится на ногах, при этом руки почему-то держат где-то чуть выше пояса. Голову бы, наверное, надо все-таки защищать. Ну и вот вполне логично. Теперь уже в нокдауне оказался Смакичи. Рефери считает, Смакичи встает, но видно, что он не восстановился, и, собственно, вполне логично это продолжается. Сейчас мы с вами посмотрели повтор. Ну, встает он, конечно, тут ничего не скажешь, характер есть, но я бы на месте рефери бой этот остановил уже вот сейчас. Было понятно, что Смакичи закончился, причем даже как-то очень быстро. Всего лишь третий раунд идет. Пытается как-то отмахиваться, но продолжает пропускать, и рефери бой останавливает. Вот такой получился этот небольшой, но достаточно захватывающий бой. 17 марта 2023 года в Дубае состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел 10-раундовый бой тяжеловесов. Номер 10 по версии WBA Джаред Миллер с рекордом 25 побед, одна ничья, 21 победа нокаутом. И номер 9 WBA Лукас Браун с рекордом 31 победа, 3 поражения, 27 побед нокаутом. И на взвешивании, между прочим, Миллер показал 151 килограмм веса. Это даже не супертяжелый, это, наверное, второй супертяжелый вес уже. Что касается его оппонента Брауна, то у него было 121 килограммов на взвешивании. С учетом того, что и тот, и другой достаточно жестко бьют, все предполагали, что бой всю дистанцию не пройдет. И, собственно, так оно и получилось на самом деле. Бой получился очень жесткий, хотя начался на самом деле достаточно спокойно. В первом раунде парни в основном действовали джебами, но постепенно действие накалялось, и вот в конце четвертого раунда мы увидели просто жесточайшую зарубу. На самом деле вот Брауну, которому уже 42 года, он достаточно халатно, скажем так, отнесся к защите в этом бою, держал низкой левую и правую руку, и Миллер периодически запускал туда свои бомбы. Сам Миллер тоже достаточно много пропускал, но боец не пробитый, а Браун-то уже проигрывал досрочно. Вот буквально гонг спасает сейчас Брауна от того, чтобы не оказаться в нокдауне. Пятый раунд прошел так достаточно спокойно, парни восстанавливались после этого спорта в четвертом. А вот в шестом раунде Миллер снова донес до цели несколько очень жестких ударов справа и слева, и Браун оказался на настиле. Браун постепенно встает, а пока он встает, давайте напомним, что Браун, который был чемпионом мира по версии WBA, был лишен титула, так как у него в пробе нашли запрещенные вещества. Но то же самое было и у Миллера, который был дисквалифицирован на три года за это. Вот Миллер, естественно, потрясенного оппонента не оставляет, и одновременно с остановкой рефери там вылетает полотенце. Вот давайте посмотрим, это уже финал боя. И по окончании боя в ринг вышел известный немецко-сирийский боксер Мануэль Чар. И вызвал Миллера на бой. Я предполагаю, что, видимо, это следующий оппонент Миллера. 24 июня 1923 года в США в андеркарте боксерского вечера Эдгар Берланга Джейсон Куигли состоялся бой тяжеловесов Адама Ковнацкого, который на наших экранах, против Джо Касумана. Этот бой изначально ждали и предполагали, что там будет война. И, собственно, эти ожидания оправдались, поэтому я рекомендую досмотреть ролик до конца. Вы не пожалеете. Адам Ковнацкий, польский тяжеловес, в свое время очень перспективный, одержал 20 побед подряд. В том числе его бой против Криса Ореолы на сайте CompuBox считается рекордным по количеству выброшенных ударов в тяжелом весе. Но последние три боя Адам Ковнацкий проиграл. Причем дважды нокаутом Роберту Хелениусу. И вот он пытается вернуться. Джо Касумана, боксер такого среднего уровня, у него рекорд 20 побед, 4 поражения, но 19 побед нокаутом. И вот его правая рука в конце первого раунда настигает Ковнацкого, и тот, пошатываясь, встает. Раунд заканчивается, это его спасает. У Ковнацкого в углу, между прочим, новый тренер, Шугар Хилл Стюарт. И после боя, после вот этого вот первого раунда, подошел врач посмотреть, можно ли продолжать бой Адаму. Но решил, что можно. Адам достаточно хорошо умеет держать высокий темп, и именно на это он сделал ставку. Примерно к раунду к пятому бой выровнялся, и даже после пятого раунда уже в угол Касумана пришел доктор посмотреть, что там с ним происходит. Однако в седьмом раунде, после такого достаточно яростного, дикого размена, публика была в восторге. Но Адам Ковнацкий опять напропускал очень много ударов, его сильно болтало. И его тренер Стюарт сказал, что он остановит бой, если это будут вот такие вот пропущенные удары продолжаться. Очень большая поддержка у Ковнацкого, там огромная польская диаспора пришла его поддержать. Но в восьмом раунде опять пропустил удар справа Ковнацкий, и его тренер выбросил полотенце. Это апсет, потому что Адам Ковнацкий, несмотря на три поражения подряд, все-таки был фаворитом в этом бою. Джо Касумана неожиданно одержал яркую победу, и после боя заявил, что теперь он готов выйти на тропу претендентов, и хочет встретиться с Энтони Джошуа. Что касается Адама Ковнацкого, уже четвертое поражение подряд, причем третье досрочное, мне кажется, что этому боксеру, возможно, стоит подумать о завершении карьеры.